Партнеры программы. Центр спортивной подготовки Республики Бурятия. Всем физкульт-привет! В эфире ТВ-кома программа про спорта. Я ее ведущая Анастасия Пронькинова. Совместно с Центром спортивной подготовки мы продолжаем проект Олимпийцы Бурятии. И сегодня наш гость – спортсмен, который одинаково хорошо боролся по греко-римской и по вольной борьбе. Андрей Захряпин. Четырехкратный чемпион всемирных игр среди глухих по вольной борьбе. Андрей Захряпин. Заслуженный мастер спорта России. Серебряный и бронзовый призер Сурдоолимпийских игр. Чемпион мира и Европы среди глухих. Трехкратный чемпион Советского Союза. Двенадцатикратный чемпион России. Почетный гражданин Республики Бурятия. Двенадцатикратный чемпион Советского Союза. Моя спортивная карьера я начал заниматься в школе-интернате глухих по Дальней Восточной, там улица школы-интернат. В десять лет пришел на тренировку, борьбу. И тренер был Петра Борисовича Ванчиков. И четыре года я занимался там в школе. Боролся тогда на Республике, где-то проигрывал, где-то участвовал. Там после борьбы там занимался другими видами спорта. Это волейбол, то еще что-то там разное. То в теннис, в общем, и пропускал много тренировок по борьбе. А потом все-таки решил и пришел в «Динамо» в 1980 году. Тогда была еще Олимпиада в Москве в 2008 году. А мне было тогда 14 лет. Я пришел сюда, в «Динамо». И здесь увидел тренера Судеева Валерия Макзарашевича. Сейчас, к сожалению, его нет. Вошел в царство небесное. Для каждого спортсмена тренер является вторым родителем. Для Андрея Захряпина это был заслуженный тренер России Валерий Сыдеев. Валерий Макзарашевич ушел из жизни в 2017 году. Его сын Баир Сыдеев рассказал нам о взаимоотношениях отца и его воспитанника. Вы вот видели, как проходит вот этот вот тренировочный процесс? Как общались, как Андрей общался с Валерием? Манзаракшеевича. Общались они, конечно, как отец с сыном. Все эти годы. Друг другу понимали. Андрей Борисович все равно маленько разговаривает. Чуть-чуть умеет говорить. Слышит, когда одевает. Слуховой аппарат. Слуховой аппарат, да. Ну, я всю жизнь. Ваш отец вообще разделял слабослышащих? Нет, они все вместе тренировались. И слабослышащие, и слышащие. Потому что у отца там и призеры Советского Союза есть, чемпионы России по слышащим. Александр Бордаханов, Андрей Матюнов. И слабослышащие. Абидорин Чинов, Егор Вишев, Евгений Вялов, Андрей Борисович Захряпин. Каждый тренер находит подход к спортсмену. Так называемый ключик. Валерий Сыдеев нашел этот ключик к Андрею Захряпину. Благодаря, конечно, ему, потому что он заставлял, участвовал в тренировках. Начал бороться также на эсперпиканских турнирах. Он постоянно объяснял, объяснял, артикулировал, наставлял, наставлял меня, как правильно бороться. И вот таким образом у меня происходил рост. Да, и в борьбе не очень быстро, результаты были. 7-8 лет мы ждали, потихонечку, потихонечку, шаг за шагом шли. Потом я спросил тренера, я говорю, не могу бороться, все мастера очень сильные. Тренер говорит, нет, ты можешь, можешь. Приходи, говорит, на тренировку, тренируйся, тренируйся хорошо, получишь мастера своего. И тренер мне так сказал, я поверил ему, работал. Тренировался, боролся, тренировался, боролся. Работал на заводе, первая, вторая, третья смена была. То утром тренировался, то после. Первой смены вечером тренировался, утром работал. Третью смену, в общем, постоянно тяжелые времена были, конечно. Но в итоге, да, я всегда начал и опыт появляться, и результаты появляться, и выполнил мастера. А в каком году мастера выполнили? В 1987-1998 году я выполнил мастера. Это какие соревнования были? На каких соревнованиях? Выездные были? Турнир Котельникова в Красноярске там был. В Богоеченске сначала поучаствовал, проиграл, там четвертое место занял. Потом в Якутии занял пятое место. В Красноярск приехал. Маленько повезло, я думаю сказать, занял второе место. В финале встретился с нашим земляком. С Ваеевым Рафаэль с его сыном. Мы с ним боролись. Сначала я баллов набрал, а потом что-то дыхалочки не хватило и пропустил. В общем, проиграл по очкам. Ну, мастера выполнил, да, тогда. Валерий Монзаракшеевич еще до вас занимался с ребятами, именно с глухими ребятами? Да, были глухие ребята, приглашали ребят. Там был Вялов был Евгений, Егор Уйшеев был, там Суиркулов был, Рахманжон. Абедо Ренчинов был. Вот на фотографии, как раз это, что я показывал. Вот мы стоим, вот это они. Это все вот благодаря вот Андреянов, Суирен Доржо брал тоже, занимался. Переводил нам, маленько показывал. Он маленький слабослышний, тоже с аппаратом был. Валерий Монзаракшеевич не знал, ну, не знает, не знал? Да, он только артикулировал нам, да, жест не знал, артикулировал. А Андреянов, вот как бы, он уже на жестах уже помогал. Трудно было общаться с обычными спортсменами? Да, при знакомстве было тяжело, конечно, непонятно, но потом уже привыкли друг к другу. Да, я думаю, что важный момент читать, писать, да, по-русски важно, да, и поэтому, благодаря этому мы более-менее общались. Спортивный зал «Динамо» всегда гордится своими борцами. Фотографии многих из них украшают стены спорткомплекса. Виталий Сосорович более 42 лет знает Андрея Захряпина. Расскажите, пожалуйста, вот про эту фотографию, кто на ней изображен, сколько лет здесь Андрею? Андрей Захряпин здесь где-то 20 лет уже. Он уже состоявшийся, взрослый уже стал, более-менее. И они вот группа совместно с Андрея Захряновым, Валерий Моносович во главе, ездили по всем соревнованиям. И среди нормальных, которые у нас проводились, первенства, чемпионаты, первенства республики тоже, они занимали достойные места. Ворьба в то время очень сильная была, но Захряпин постоянно входил в тройку. И за кубок Бурятии в команде нашей школы, то есть в команде «Динамо» тоже он защищал в честь 82 килограмма. Зал «Динамо» для Андрея Захряпина. Это первый и главный зал. А ведь здесь он начал и закончил свою спортивную карьеру. Здесь все родное. Стены, ковер и друзья-борцы. Со многими Андрей Захряпин прошел бок о бок все 46 лет тренировочного процесса. Первый раз в зал зашел, тогда уже он нормально тренировался, уже года два-три ходил. Валерия Манзершевич Сидеева. Уже подготовленный, уже как юноша спортсмен был уже целеустремленный, решительный. Такой, как сказать, одно случай было. Он ногу сломал, на костылях прошел, на тренировку. Костыли бросил, и партере работало, это спину, руку, качал вот такой целеустремленный парень был. Тогда, помню, вот первое впечатление было, когда я приехал из деревни, вот тогда познакомились. А вот разделение-то было, что вот он слабо слышащий, вы здоровые ребята, нет? Не дразнили, не обзывали? Нет, он одинаково нагрузку получал. Также мы одно время даже на руках могли с ним общаться, он нас учил к этому. Ну, некоторые слова могли так, друг к другу. До сих пор, по-моему, знаю, как тренироваться, вот, по-моему, работать надо. Вот такие. Ну, и он с нами, как сказать, он же инвалид, и по нормальным, также одинаково боролся, выигрывал первенство республики. Среди нормальных, среди нормальных. А с вами спаррингий он проводил? Да, конечно, с нами выигрывал ребят. Он-то чуть покрупнее был немножко. Вот, Володя, Ванкеев, Шестаков, они схватки все вместе делали. И на среди глупых, среди слабослышников выходили, он сразу поехал в Россию, выиграл. Потом у них же, это отборка была. Россия, отборка на Союз. Первенство Союза. Союз выигрывал, потом по мужикам. Мир Европы. Мир Европы. Всемирные игры глупых. Он, получается, четыре раза, это до Сурдоолимпийских игр было Северные игры среди глупых. Четыре года раз был. Четыре раза выиграл. И когда Сурдоолимпийские игры, он еще два раза призером был. Уже в возрасте, уже в годах. Для Андрея Захряпина самыми запоминающимися соревнованиями стали первые международные игры в Москве среди глупых. И, конечно же, Всемирные игры глупых в Новой Зеландии. Первые международные турниры среди глупых в Москве. Там приехали американцы, там Турция приехали. Очень разные... с разных стран по-приезжали. Я думаю, нормально, буду бороться спокойно. Оказались американцы очень сильные. А я там не в своей категории был, в лишнем весе был, такой повыше. У меня 84 килограмма, а боролся где 90 килограмм. Ну, была тяжелая, да, борьба. В финале был с американцем. Сначала он давал 3 балла, потом боролись, боролись. Паечка в таких странах проиграл. Ну, поумнел, набрался опыта, выявил ошибки по технике и понял, где поторопился, где ошибки допустил. Вернулся домой. Потом на Олимпиаде уже я готовился к реваншу с этим американцем. На Олимпиаду поехал, а его там не оказалось. А из-за слуха он оказался говорящий вообще, а не глухой. Все, слава богу, говорит, что его не было, говорит, потому что я готовился именно к реваншу к нему. Там оказался с Ирана спортсмен, трехкратный чемпион среди глухих. Увидел его, думаю, ну ладно, посмотрим. На ковре встретимся, думаю. А я тогда был мастер спорта. Это вообще была первая моя Олимпиада в Новой Зеландии. Крайс-Черч, город. Какой вот трудный город, название. Крайс-Черч, в общем, город. Крайс-Черч. Такое название, все же название было. И вот там, представляете, после зимы минус 30-40 градусов пришел там, а там лето. Плюс 20, плюс 30. Резкая, резкая такая перемена климата. Мы еще в субах, в шубе, улетели в шубе и прилетели, там в шортах надо было ходить. В общем, жарко было. И вот с Ираном спортсмен был. До финала мы, высший финал. Да, там, конечно, все были сильные спортсмены. Ну, я был тогда уверенно боролся. Верел, что вот как мастера мне обещали когда-то и получил мастера. И тогда я на Олимпиаде тоже у меня получалось, получалось. И финал вышел с иранцем. А судьи были да, все с Ирана. Я переживал, что могут засудить сильно. Ну, ладно. Вышли на ковер, боролся. 1-0 проиграл вначале. А потом в итоге выиграл 10-1 схват какой-то. Боролись, боролись. Не давал. В итоге выиграл по очкам 10-1. Чистая победа. Самая ценная для вас медаль? Конечно, медаль с Новой Зеландии, с Болгарией. Когда по греко-римской по вольной борьбе получил был распад. Когда СССР распад был. Были очень трудные времена. Но в тот период получилось взять две золотые медали и по греко-римской по вольной борьбе сразу. И в 97-м в Италии в Копенгагене тоже там взял четвертую медаль золотую. Потом в Италии в 2001 году статус изменился уже. Программы законы поменялись. Статусы поменялись. Раньше были всемирные летние Олимпийские летние игры. А потом перевели в Сурдолимпийские игры. Первый раз оформили как первые Олимпийские. Их оформили Паралимпийские, а глухих как быть. И вот тогда оформили Сурдолимпийские игры. Паралимпиады как бы она маленькая другая категория конечно. Слышащие глухие это маленько как бы чуть-чуть сравнивается как с говорящими по физике. И вот первый раз в Италии я занял второе место. А тогда у меня ребро было сломано по этой причине маленько тяжело было. На сборах ребро сломал. Кое-как было там бороться в Италии. О Валерии Сыдееве Андрей Захряпин может долго рассказывать. Да, Валерий Монсей Сыдееве конечно это как отец второй родной который всегда с тобой рядом когда с тобой на сборах на наршан когда здесь тренируемся и в нашем деле очень нужно много сил. и приходилось даже работать на фермах поддерживать таскать навоз трудиться полезный такой труд удовой все вместе проходили трудиться приходилось и без этого не могло было и тренер конечно всегда тот который всегда объяснял который возил этот умеет говорить умеет заставлял заставлял меня говорить заставлял посты говорить я говорить не умею не знаю что говорит нет говори давай старался таких моментов конечно избегать нет поймает приведет говори от этого тоже благодарность большая тренеру что именно говорить тоже учил. В 46 лет Андрей Захряпин сложил борцовку, и спустя 10 лет Андрей Борисович снова на ковре, но уже в качестве тренера. Тренировочный процесс проходит в его родном зале «Динамо» четыре раза в неделю. Андрей Борисович не просто стоит рядом с борцами. Он, как молодой спортсмен, играет в рэкбол, активно участвует в тренировочном процессе, в спаррингах, передает свой опыт подрастающему поколению. Через 10 лет я вернулся уже вернулся для того, чтобы быть тренером. Поведились ученики, личный ученик. Из школы тоже с тобой шутерщик. Взяли его и привел его в «Динамо». Говорю, давай здесь «Динамо» тренироваться. И вот начали, уже год тренируемся. Общается тоже с другими ребятами здесь, с местными спортсменами. Растет. Ну, пока год. Говорит, тяжело, трудно. Я говорю, ничего. Семь лет надо, да. Учись, учись, жди. Привыкнешь. Ой, тяжело, тяжело. А там в школе просто поборолся, убежал. Здесь, говорит, тяжело. Говорит, деспирировал. Работаем, работаем. Ничего, привыкнешь, вырастишь. Объясняю, 10 лет. Ой, 7 лет я шел к этому. 7 лет жди. Сейчас еще 6 лет тебе надо ждать. Жди, говорю. Ой, все сильные-сильные. Откуда они взяли? Как воспитанника зовут? Дмитрий. Возной Дмитрий. Мы сейчас с ним занимаемся. Тоже глухой. Его родители тоже глухие. Отца я раньше тоже с ним тренировался. А таки он родился. Сын у него тоже попросил. Просит, возьми, возьми, тренируй его. Ладно, давай. У вас есть, может быть, какие-то мечты в отношении своего воспитанника, чтобы он чего-то добился? Ну, в будущем что бы. Хотелось бы, чтобы он рос, конечно. Чтобы... Цель, конечно, это, конечно, Сурдолимпийские игры. Ну, будем смотреть, конечно. Все будет зависеть от него, от его здоровья. И пожелания, пожалуйста, спортсменам, слабослышащим, борцам. Вот как быть таким крутым, как вы? Желаю, конечно, всем спортсменам, всем глухим, слабослышащим следить за своем здоровье. Счастья желаю. Продолжать заниматься. Не смотреть на какие-то недруги, какие-то проблемы большие. Большие. Главное, чтобы было желание. Если есть желание, то ходите, заниматься не останавливается. На этом все. С вами были Андрей Захряпин, Анастасия Пронькинова. Занимайтесь спортом, будьте всегда на позитиве и смотрите ТВ. Ком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok